В штатном режиме, если можно назвать подготовкой, потому что мы собрались 12 числа, сдали тесты, 13 это день в дороге, но вечером успели потренироваться. И вот получается в режиме таком, ускоренном, кто-то вспоминает те тактические премудрости, кто-то с ними знакомится, и в целом главное, чтобы не было травм и заболеваний. Ну вот, пусть давно закончился, уже за плечами каждой футболистки минимум два сбора учебно-тренировочных, поэтому ясно, что это не оптимальные кондиции, но в то же самое время многие команды, у которых чемпионат не идет в зимнее время, находятся в одинаковом режиме. Мы довольны, что этот сбор проходит в формате турнира все-таки, да, у него необычный формат, получается 8 команд разбиты на две группы, и по кубковой системе играют и в группах, и потом между группами стыковые игры проходят. То есть первый матч, он важен, ты или сразу же с результата одной игры играешь за пятое-восьмое место, или играешь за первое-четвертое место. Но есть одна особенность, в рамках учебно-тренировочного сбора и европейское окно можно сыграть два матча, только в рамках турнира можно сыграть три, поэтому нас устраивает такой подход, и задача успешно выступить в турнире, и задача подготовиться к чемпионату Евро. Ну, как-то, я думаю, что, ну, такой, не очень комфортный, да, такой. Мне кажется, лучше играть все-таки группу, а потом как-то вот, как-то одна из одной, ну, как бы стыки потом из других групп играть, потому что как бы одну игру проиграл, считай уже, можно сказать, ты турнир закончил. Ну, так, для себя, только для удовольствия, для статуса, вот. То есть ты уже бороться прекращаешь за какие-то высокие места. Вообще нет, я первый раз сталкиваюсь с таким форматом турнира, что вот игра, которая первая, грубо говоря, она решающая, что если ты выиграешь, ты играешь за первые-четвертые места, да, если ты проиграешь, то тебя уже отсеются, там, за пятые-восьмые места. Первый раз, но это интересно, все команды тут хорошие, и хочется поиграть как можно дольше и выиграть этот турнир, в принципе. Игра покажет, насколько хорошо удалось изучить. На первый взгляд, как бы, организованная команда, команда, которая, может быть, чуть интереснее играет в атаке, нежели надежно в обороне, но обладает рядом футболистов в каждой линии, которые играют в хороших европейских клубах и являются лидерами и в линиях, и в команде. В команде опытный тренер. И даже, несмотря на то, что недавно работает, тоже с 21-го года, да, прогресс в игре сборной Венгрии виден. Мы смотрели игры 20-го года и посмотрели игры 21-го года. И в целом команда, которая, понятно, как и все, мы сейчас не избегаем травм, не избегаем положительных тестов и всего прочего, но такие условия, они, опять же, одинаковые для всех, и жаль, что не получается в таком плановом режиме сработать. Это уже больше оперативная деятельность такая, идет реакция на все непредвиденные условия. В Венгрии хорошая атлетическая команда, идет в прессинг, очень агрессивная, так что надо будет быстрее действовать, быстрее взаимодействовать друг с другом. Они очень хорошо ладят с атакующими игроками, в защите они так более-менее, поэтому мы, думаю, можем найти какие-то лазейки. И могу отличить одного игрока в атаке, который много на себя берет и так отличается от других. Лидер, можно так сказать. Ну, по сравнению с тем годом, в котором мы играли, в 16-м году мы играли, ну, команда достаточно обновилась. Очень много сейчас там молодых игроков, да, но есть те опытные, которые и играли, которым за 30, но они больше в группе атаки находятся. И сплав такой команды молодости и опыта достаточно неплохой, очень хорошо они действуют в атаке. Да, в обороне пока не сыграны особо, но хорошая мобильная команда европейского уровня. С ними интересно будет их сыграть. Первый матч складывался тоже у нас очень тяжело, но он был на характере. То есть мы забили один гол и додержали этот счет. Достаточно очень тяжелая была игра, тем более у них дома. Ну, девчонки справились, молодцы. Да, мы тогда приехали с Турцией, мы тогда, по-моему, сыграли 0-0 с Турцией. И нам были вообще обязательно очки нужные. И вот там как-то мы, по-моему, 1-0 выиграли в Венгрии. Тоже какой-то сложный матч был. У меня, кстати, классные фотки есть тоже оттуда. Ну, во-первых, была сумасшедшая атмосфера. Я помню, что мы играли тогда в Питере. И было очень много народу в районе там 3000 для нашего женского футбола. Мы первый раз столкнулись прямо с таким ажиотажем, что столько много пришло болельщиков, которые нас гнали и поддерживали. Вообще, сам матч проходил очень интересно. В плане того, что мы 3-1 проигрывали на 82-й минуте, по-моему. И буквально за 10 минут болельщики там так кричали и нас поддерживали, что мы так воодушевились. И мы просто сыграли 3-3. Ну, это был, конечно, сумасшедший выплеск эмоций, атмосфера. Для болельщика это, наверное, вообще очень круто, когда увидите такое обилие голов, да. Но, конечно, один момент мне запомнился в игре. Когда, там, не помню, по-моему, с центра поля девочка как шага, как дала за шиворот. Я только помню, как я очень быстро бежала и уже в последний момент там перевела мяч за перекладину, да. Но я помню, что думаю, ну это капец. Я бегу, у меня в голове столько мыслей, хоть бы добежать. Честно, не обращала внимания, что происходило с командой соперника, да. Но точно знаю, что мы радовались, потому что для нас складывался очень тяжело этот матч, да. И проигрывать 3-1, и после 3-1 как бы сравнять этот счет. Это было большой поплеск эмоций, это был сумасшедший матч. И в итоге, как оказалось, что это очко нам принесло выход на евро. Это был 2016 год, мы выигрывали 1-0. И потом мы проигрывали 3-1. И на последних минутах Катя Дмитренко забила третий гол. И это было шикарно. Вот честно, я даже не помню, какая у них реакция была. Я помню просто нашу реакцию. У них даже до сих пор фотографии где-то есть в Инстаграме. Там был просто такой комок объятия. Мы там все рухнули на пол. На поле, точнее. И все обнимались. И даже не помню вообще эмоций. Просто было что-то такое. Мне кажется, уже какая-то такая вера пропала. Там какой-то вообще один-единственный момент. Там был, по-моему, что-то. Какая-то подача была, или какой-то угловод, что-то такое было. И Катюха прямо как-то ткнула его в ворота туда. И мы забили. И как-то это все так неожиданно произошло. Поэтому уже, наверное, веры даже не было в то, что что-то произойдет такое. И как-то неожиданно все это. И даже не обращал внимания ни на венгров, ни на кого. Мы побежали все обниматься, упали. И все.